Здравствуйте, друзья, это Максим Шевченко. В России сегодня есть несколько имен, которые символизируют борьбу общества за свободу и справедливость, за права и за человеческое и гражданское достоинство. Это, безусловно, Алексей Навальный, Николай Платошкин и Сергей Фургал. Я бы добавил еще Адуумина Гаджиева, Расулу Кудаева, менее известных обществ. Ну вот Сергей Фургал, губернатор, и мы часто критиковали Сергея Фургала. Парадоксальным образом, сегодня, когда я был на процессе Николая Платошкина, который боролся с Сергеем Фургалом в Хабаровском крае, и Николай Николаевич Платошкин доказывал свою невиновность и абсурдность обвинения. И в этот момент пришла информация о том, что Сергей Фургал, которого по запросу следствия этапировали из матросской тишины, где он находился на лечении в СИЗО матросской тишины после тяжелейшего ковида, в Лефортово его этапировали, он потерял сознание. Это власти так напугало, что даже официальные агентства типа ТАСС стали об этом сообщать, потому что всем понятно, что если Сергей Фургал умрет в больнице или с ним что-то случится, серьезное в больнице такое, что он радикально подорвет его здоровье, хотя на мой взгляд это уже случилось, то никто власти никогда в жизни не поверит, что это случилось случайно. И понятно, что Сергей Фургал, которого более года уже скоро будут держать без предъявления серьезного обвинения, без доказательной базы, подыскивая просто ему статьи, которые не позволят отпустить его на свободу, просто является жертвой и в каком смысле заключенным. Этой карательно-полицейской бюрократической системы расправы и произвола и беззакония. Детально о том, что происходит с Сергеем Фургалом, мы попросили прокомментировать его сына Антона Фургала, который связался с адвокатами и прислал нам вот такое вот информационное сообщение. Здравствуйте, Максим. Я сейчас расскажу, что происходит с Сергеем Ивановичем. Вчера моего отца, это первый лист больницы Матросская тишина, в больницу СИЗО Матросской тишины, он поступил 7 апреля с диагнозом ковид. Он находился в тяжелом состоянии, у него было более 50% поражения легких. Но дело в чем, что у отца нет части легкого. У него 20 лет назад была операция, и половина легкого была у него удалена. Он понимал, что если заболеет коронавирусом, то могут возникнуть проблемы. Поэтому просил сделать ему прививку еще в Лефортово. Но ее так и не сделали. По ковид у него началось осложнение и ухудшение здоровья. Непонятно, зачем следователь в тяжелом состоянии забрали его из больницы. Вчера, после этапа, ему стало хуже. По сведениям, он потерял сознание. Сегодня отец находится в Лефортово, в тяжелом состоянии. К нему ограничили допуск адвокатам и следователям. Адвокаты ручаются, что Матросская тишина выписала его в тяжелом состоянии. Но врачи говорят, что настояло следствие на выписке. По мнению адвоката Грозы, после такого, как Гроза подала жалобу в Генеральную прокуратуру наследствия по продажам акции Морстали Мистерюковым, началось давление на отца. К нему не пускают адвокатов. Мы не знаем, что происходит. Такое чувство, что кому-то выгоден очень плохой исход его болезни. Сегодня у нас в Хабаровске проходил митинг с требованием лечения Сергея Ивановича. Хабаровчане и жители нашей страны массово обращаются в администрацию президента, в Следственный комитет, к уполномочиванию по правам человека и требуют его отправить на лечение в больницу. По дальнейшим новостям буду сообщать. Вы увидели, друзья, то, что считает Антон Фургал. Я призываю всех людей, всех граждан России, независимо от политических взглядов, левые вы или вы правые, или вы центристы, быть сегодня демократами. Выступать сегодня за свободу и справедливость. Только консолидированная позиция борьбы за гражданские права позволит нам защититься от этой безумной репрессивной машины, которая мало того, что штампует приговоры, но и полностью уничтожает в России понятие правосудия и юриспруденции. Это Максим Шевченко. Свободу политзаключенным. Поддерживайте борьбу общества за гражданские права. Субтитры создавал DimaTorzok